И на севере будут яблоки расти. Сегодня на научно-практическом семинаре сотрудники сразу двух институтов биологии и сельского хозяйства всерьез обсудили перспективы развития садоводства в Коми. Споры и достижения оставим за кадром. После совещания участники семинара отправились на поля и плодопитомники Института сельского хозяйства. С действующими и возможными сортами плодово-ягодных культур знакомилась Светлана Некрасова. Яблоки фрукт вполне северный. В этом уверены специалисты Института сельского хозяйства. Еще три года назад они заложили 25 сортов яблок и теперь подводят первые итоги. Из 25 сортов очень хорошо идут в пределах 10 сортов. Это свердловские сорта, свердловские селекции, сорта кировской селекции, предположительно пойдут алтайские селекции. В лаборатории картофелеводства занимаются не только селекцией, но и возделыванием картофеля на основе применения пектиновых полисахаридов. Сейчас на подходе два новых сорта – зыряниц и памяти полевой. Пока ученых они радуют. Даже в нынешнее холодное лето зацвели раньше других. Сотрудники лаборатории уверены – новые сорта заинтересуют всех дачников. Их отличительная черта – это в том, что они устойчивы к болезням, то есть это фитофтороз и так далее. Высокоурожайные – порядка 40 тонн с гектаров и выше. Ну и порядок других ценных признаков. То есть это вкус, это лёжкость, ну и количество клубней. Работают в институте не только с фруктами и овощами. Специалисты занимаются селекцией многолетних и лекарственных трав, ягодных культур. С помощью биостимулирующих веществ выращивают максимально приспособленные к местным условиям, а главное – урожайные семена и саженцы. Питомниководство – это та отрасль, которая в основном, конечно же, занимаются частники, владельцы дач и так далее. А это тот народ, те люди, которые не терпят халтуры, которым необходимо предоставлять очень хорошие саженцы, хорошие семена. Поэтому здесь наша ответственность повышается вдвойне. Сейчас в институте пытаются приучить к северному климату груши, хотя даже вполне традиционным для коми растениям в последний год было нелегко. Из-за дождливой осени в земле накопилось много влаги, зимовать экспериментальным культурам пришлось в экстремальных условиях. Лето теплом тоже не порадовало. Впрочем, сотрудники института говорят, климат в нашем регионе по-прежнему меняется к плюсу, так что яблони и груши вполне могут стать привычными атрибутами дачных участков республики.